Итак, всем привет, ребят, с вами FlutterGreen, и мы сегодня будем делать реакцию на Где же ты, моя страна чудес? В общем-то, вы все уже заждались достаточно долго, так что давайте-ка будем делать реакцию на уже третью часть. Но перед началом я хотел бы вас попросить, ребята, у кого стоит AdBlock, пожалуйста, отключите его. Если вы хотя бы не донатите на развитие моего канала, не донатите, чтобы помочь немножко денежкой, хотя бы отключите AdBlock для того, чтобы я смог хоть что-нибудь заработать с этого видео и мог дальше заниматься собственным каналом. Что ж, давайте-ка начнем. Мне кто-то еще и написал сразу. А, магазин какой-то. В данном комиксе присутствуют маты и немного крови. Не рекомендуем просмотр лица младше 18-летия. Я не пытаюсь кого-либо оскорбить, я просто озвучиваю комикс. Где же ты, моя страна чудес? Третья часть. Да. Таки да. Трое у... На крыльях гораздо быстрее. Трое уже толпа, в смысле. Такс. Добро пожаловать в наш крошечный лагерь мятежников. Меня зовут Шарпс... Можешь звать меня Тузен Пик. Эм... Я Скейл Рутс... Валет Треф. Приветствует тебя четвертый предвестник, Валет Треф. Я знал, что однажды сюда явится четвертый. Впрочем, я не ожидал, что это случится так скоро. Драматичненько. А со мной ты обошелся куда как холоднее. Кхм... Итак, Трефы, добро пожаловать. Что еще завалят Треф? Не напрягайся так. Это прозвище, которыми нас зовут местные. Аааа... Воистину. Судя по всему, это что-то вроде местной легенды. Порочество, если хотите. Легенда о четырех всадниках. Что явится, дабы уничтожить их мир. В реальности, я так подозреваю, никто не хочет уничтожать эту страну чудес. Верно, Пики? Уничтож... Короче, по какой-то причине ты провалилась в дыру. И застрял тут с кучей случайных паней, пытающихся выжить в мире, где все одинаковые. Стопэ, откуда ты знаешь, что я провалилась в дыру? Оттуда, что мы сами сюда так попали. Серьезно? Ага. Типа того. Ладушки. Ну блин, камон. Раз они там, они все между чем-то... Между собой чем-то похожи. Естественно, они знают, как они попали. Странный какой-то вопрос. Собрались вместе. Почему бы нам не узнать друг друга получше? Слушай, Пики, почему ты спасла меня? Ну, чем больше народу, тем веселее. Так вроде. А вот и нет. И если сказать по правде, мое участие было минимально. Благодаря Бубну. Это был его план. Плюс, полагаю, тем самым наш рыцарь хотел показать мне, что он точно мог бы спасти меня. Чего он тогда не сделал. Хе-хе-хе. Очень любезно. С твоей стороны, Пики. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладушки, Пики, почему бы тебе не начать? Поведай же нам свою историю. Эээ, не уверена, что это можно назвать историей. Но если вы так хотите, я вам откроюсь. Я никогда особо не интересовалась. Ничем не интересовалась. Даже своей жизнью. Просто плыла по течению. Надеюсь, что где-то существует Страна Чудес. Как и все. Знаю, звучит не очень разумно. Скорее даже тупо. Но я ничего не могла с этим поделать. И вот однажды волшебное дерево, я не колебалась. Просто прыгнула вниз. И вот я здесь говорю о вещах, которые собиралась оставить в прошлом. Самое забавное, что это было не первый раз. Хотя, это первый раз, когда я очутилась не в больнице. Хочешь сказать, что ты и раньше прыгала в странное отверстие? Ага. Хе-хе-хе-хе. Здорово осознавать, что я здесь не единственный идиот. Просто шучу. Так уж это и по-идиотски. Слегка глупо, да. Но я могу понять попытки, совершенные от отчаяния. Глупо. Да у тебя небось была жизнь полная радостей? Так что ты можешь об этом знать. Жизнь полная радостей? Ну я бы так не сказал. Но тебе не кажется несколько нелепым осуждать меня? Ничего. Обо мне не зная. С чего бы начать? Банальный сюжет. Я влюбился в неправильную пони. А моя семья была очень старомодна. Они весьма негативно относились к моим чувствам к пони низшего класса с дурной репутацией. Они там не пророчили женить бускобылка из состоятельной семьи, а не с ведьмой. Ну как всегда. То есть родители всегда будут против кого-то, у кого плохая репутация. Что-то такое. Или же если ты там, например, просто вот дружишь с человеком нетрадиционной ориентации. У меня такой случай был, что у меня среди друзей, ну точнее знакомых уже, был такой человек. И он, типа, там подшучивали друг на другом, все дела, гуляли. Но мама была напрочь против такой дружбы, потому что не была в этом уверена на сто процентов, потому что для неё это было, типа, о, он не такой ориентацией, значит он плохой. Типа такое. Звучит прям как одна из тех сказок. Всё и было как в сказке. Каждую свободную минуту мы старались проводить вместе. Лишь мы двое. Постоянная полуулыбка на её лице, её неуёмное любопытство и наше маленькое секретное укрытие. Но счастью не суждено было продолжаться вечно. Оно скоротечно. Всё было так обычно. Мы возвращались обратно с фабрики. Она предложила срезать путь через городские переулки. Здравая мысль, если подумать. Все жители должны были быть внутри. Все кроме одного. Отбившегося от серой массы пони, заметившего нас. Он поднял шум. Много шума. Сдуру мы со всех ног кинулись бежать дальше. И в итоге они нас окружили. Один случайно пропущенный удар вырубил меня. В себя я пришёл от громких криков, набатом отдававшихся в моей голове. Вопли радости и боли смешивались воедино. И среди этой какафонии я опознал её голос. Её крик. Мне так жаль. Мой одноглазый король. Подождите, а почему они его типа тоже не связали? В чём прикол? Он просто просто... Его вырубили. То есть было видно, что ему прям копытом зарядили. То есть они видели, по кому били. Но в том-то и прикол. Он проснулся, она уже горит. А он типа просто проспается и начинает её... Почему его не связали и тоже, например, не привязали к этому? Это небольшое такое расхождение, конечно. Типа могли бы сразу так вот двоих зайцем одним выстрелом. Значит, то была её могила? Ага. С того дня я просто существовал не в силах вернуться или двигаться дал... Короче. Я просто жил тут. Пока ты не появилась. Хех. Это и в самом деле здорово, что вы вдву... Эй, эй, эй! Моя очередь! Лады. Валяй трефы. Я сбежала из тюрьмы. Ты должна прилежно учиться в академии. Ты ещё молода, но всегда помни о подчинении. Класс А. Ночной страж Скейл Рутс. Поздравляем. О, уже вернулась? Как прошла церемония? Тебе поступило предложение о работе. Маленький городок, неподалёку от Филадельфии. Отправляйся ближайшим же поездом. Подождите, Филадельфия? А может, Филадельфия или... Это какой-то выдуманный город с этого мира. Ночной страж от агентства Security Nights. Лицензия класса А. Наемный телохранитель к вашим услугам. Я рад, что вы добрались так быстро. Это моя дочь, Аква Апал. Твоя работа – защищать её. И следить, чтобы с ней всё было хорошо. Мне же надо бежать по делам. Апал, будь хорошей девочкой. Да мы с тобой не как ровесники, круто! В общем, зови меня Аквой. Следуй за мной, я покажу тебе свою комнату. Оу. Значит, ты делаешь всё, что я скажу. И мы можем стать лучшими подругами. Ты моя лучшая подруга. Что бы я без тебя делала? Я тебе полностью доверяю. А ты мне? Конечно, доверяешь. Ты такая серьёзная. Расслабься хоть на минуточку. Забей ты на них. Просто слушай меня. Ты лучшая. Оу. Я так испугалась. Ты спасла меня. Спасибо. Пожалуйста. Это же моя работа. Всего лишь работа. Ты влюблена. Да, они козлы. Я рада, что у меня есть ты. Я тоже рада, что у меня есть ты. Оу. Совсем забыла тебе рассказать. У меня появился парень. Он такой милый и, разумеется, красавчик. Уи. Разве не здорово? Эй, может скажешь что-нибудь? Ага, здорово. Я рада за тебя. Ладно. Хватаем мои сумки. Нам пора. Подождите, я понял. Она влюбилась в неё. Жесть. Сейчас кое-что наверняка будет. Что это за чувство? Ненавижу его. Внутри словно что-то полыхает. Что это? Я... Кажется, я... Тебя люблю. Кажется, что да. Можешь в это поверить? Неа. Словно я пустое место. Блядь. Поменять меня на друзей. Он никогда меня не слушает. А разве я так много упрошу у него? Кстати. Просто слегка припугни его. А? Уже улетела? Ну, может она придаст ему урок. Как вообще можно сравнивать себя с друзьями? Типа... Друзья это те, кто всегда поддержит и будут вот... Ну, типа... Не всегда же... Не каждый день же проводить со своей девушкой, с которой они как бы... Наверняка даже не женаты. И она типа... Ну... Ох... Иди припугни его. Причем тут это? Зачем? Смысл? Ты, ты... Да как ты, блядь, посмел? Как ты посмел ее обидеть? Какого хрена ты несешь? А твое... Ты, гребаный отброс! Она выбрала тебя, а ты... А ты посмел обидеть ее, ебак! Я... Ооо... Повязали, и давай в тюрьму! Еще 24 года, 10 месяцев и 23 дня до того, как я вновь себя увижу. Нет. За нападение? За обычное нападение? Не 24 года! Нет! Обед! За нанесение телесных... Повреждений это уже около пяти, около трех лет. Мэйби. Стань перед дверью! Это слишком долго! Но не 24, алло! Ты кто? Парень Аквы. Не, даже 25 дали. А ты кто? Скейл Рутс. Пришла повидаться с Аквой. Аква, к тебе тут Скейл Рутс. Что? Что ты здесь делаешь? Аква! Я наконец-то вернулась! Ты не пришла на суд! Я переживала. Ну, ладно. Не волнуйся. Я снова могу быть твоим телохранителем и... Ты как? Ты сказала, что тебе нужна лишь я! Я недостаточно хороша для тебя. Беги! Быть не может. Зелестия милосердная. Аква. А! Не подходи! Успокойся. Это просто я. Все хорошо. Успокойся? Какого хуя ты несешь? Ты должна быть в тюрьме. Ты убила моего бывшего. Но ты говорила все эти вещи. Я просто делала свою работу. А! Она убила его. Ну да. Больше, конечно, лета. Но... По-моему, не 25 точно. Это перебор. Я не знаю. Ты это всерьез? Это была ложь. Я соврала. Он мне ничего не сделал. Я все это выдумала. Для того, чтобы ты проучила того мудака. Я попросил от тебя поговорить с ним. А ты, блядь, пошла и убила его. Ты соврала? Да. Наврала. Как и тысячу раз до этого. Ты должна знать это. Ты лишь мой телохранитель. Так что делай, что я говорю. И катись отсюда нахер. Это была ложь. Тебе всегда было на меня плевать. Вся моя жизнь была лишь ложью. Я лишь твой телохранитель. Ты же знаешь, что я тебя любила, верно? Ты была для меня всем. Лучшим другом. Даже единственным. Моей первой любовью. Но нет. Ты захотела большего. Ты захотела быть той, кто разрушит мою жизнь. Это ты его убила, а не я. Ты чудовище. Ага. Я знаю. Но это не делает тебя меньшим чудовищем, чем я. Почему, почему, почему? Забудь о ней. Забудь! Чисто. Сигнал идет отсюда. А она тупо спряталась и по итогу в этот мир попала. Ну и короче, я решила, что это мое наказание за убийство. Кстати, скольких я вообще убила? Стоп. Хочешь сказать, что тебя преследовали за убийство бывшего парня, побег из тюрьмы и прочие нарушения правопрятка только для того, чтобы ты провалилась сюда, думая, что это ад? Точняк. И еще же ее бывший. Однако, сказать по правде, я даже не знаю, что и думать обо всем этом. Но, что я точно знаю, так это то, что твое отношение к этому вопросу является проблемой. Так ты меня ненавидишь? Ненавидеть тебя? Даже не знаю. Ты совершила ужасные вещи. И тут я соглашусь с Бубной. Твое отношение к совершенному, скажем так, отталкивающее. Но поскольку мы сейчас все в одной лодке, мы уж точно тебя одно не бросим. Я... Прости. Тебе не за что передо мной извиняться. Ты... Ну, ты же понимаешь, да? Ага. Даже все просто мастера в игре проигнорируй Бубну. А вообще, этот мир вполне может оказаться твоим наказанием. Так что давайте работать как команда. В принципе, правда. И это все будет хорошо. Трефы, ядрить. Мы же не дикари. Прости, что не могу предложить ничего лучше, но постарайся привыкнуть. Хех. Не парься. Ничего иного я от тебя и не ожидала. Тебе нужна подушка? Или нет? Чего? Ты уже отдал ее мне. Нельзя вот так взять и забрать обратно. Хе-хе-хе. Действительно. Какая ты энергичная. Прямо как ребенок. Пф. А ты прям в точь, как мой дед. Полуслепой и одной ногой в могиле. Ай-яй-яй-яй. Как подло. Что бы на это сказал твой дедушка? Ладно. Ребенок или нет? Но забирайся-ка ты тоже спать. Вы уже спать собираетесь? Эм... Ну, типа, как бы да. Но еще даже девяти нет. Откуда ты знаешь? Я же Бэт Пони. Само собой, я знаю, когда наступает ночь. Правда? Свержилось! Появился тот, кто может определить время. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. ну а мне обязательно туда идти тебе пригодится информация о том где добывается еда а пики с нами тоже пойдет это тебе надо у нее спрашивать пики пики ага проснулась пики составишь компанию в изучении азов а фабрика можно всякое лучше чем скучать тут в одиночестве есть такое готовы отправляться у нас ни шиша нет чего нам готовиться то ладушки логично ты наша на этот раз мы снова полетим так что считай это официальным предупреждением готова готова и полетели чего творишь я сильнее тебя так что так будет лучше ну да хотя нет но вообще-то она права ладно буду самым слабым звеном ладно трефы если у тебя есть вопросы можешь задавать отвалит меня чудовище чего это там полагаю там опять кто-то иной бывает последнее время даже чаще нам пора выдвигаться боится кто пони которому я вчера наваляла но так ничего удивительного ладушки ну она же что таких плюх конечно ему надывал и тогда это просто жесть пики и полетели чувствую себя куклы которую вы двое таскаете с собой повсюду но в этом есть только правды из тебя вышла бы милая кукла так стрефы дуй за мной опять собираешься сделать то подобие экскурсии да но разумеется пойдешь не на этот раз я пожалуй подожду снаружи унылая там обстановочка пока блин такое чувство словно я уже годы не оставалось наедине со своими мыслями может и так чего кто-то идет хреново надо предупредить бубну стрефой пока он не позвал остальных о что ты здесь делаешь дерьмо надо сваливать что ты здесь делаешь я задал тебе что ты здесь делаешь гуляю а что насчет тебя поддался в отступники избавляюсь от заразы хреново нужно потянуть время может отвлечь его понятно небольшой отвлекающий маневр как в тот раз так есть хочешь стать отступником даже не верится что ты тот самый ужасный предвестник на чьем счету за века скопились бесчисленные жертвы века я просто хочу вернуть свою тихую мирную жизнь жестко на чьем полетим кружным путем спасибо вы вовремя ты как пропустила парочку ударов свали я этому обучалась ничего страшного заживет как на собаке кстати а мы вообще где на кладбище отлично вообще обучалась что же застеснялась о конец третье счастье ей окей окей в принципе в принципе интригующе извиняюсь конечно что я вот столько времени пропустил и не делал на новые выпуски ну вообще на страна где-то моя страна чудес суть в том что эта часть была достаточно длинной а так как я постоянно был занят я не мог на достаточно длинные комиксы делать реакции поэтому ну так уж и получилось именно поэтому я пока не приступаю комиксу клоны вторая часть тоже длится 17 минут так что уже там следующей части думаю раз они покороче то они будут выходить в привычном образе так что ждите с вами был флаттер всем удачи всем пока пока